Музыка 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 Продолжение следует... 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 и дать возможность людям без отрыва от работы и от семьи реализовать те возможности, те желания, которые они хотят. Необходимо не менее 10 заявок, то есть не менее 10. Почему? Потому что должна быть эффективность работы этого мобильного сервисного центра. Почему? Понятно, что если поступит одна или две заявочки, это абсолютно недостаточно. Потому что есть тоже определенные затраты, это затраты, которые входят и в обслуживание, и непосредственно и приезд. То есть определенные есть неудобства, конечно, будут. Если же заявок будет недостаточно, естественно, он выезжать сюда не будет. Это честно, достойно, и мы должны понимать, что для того, чтобы выехать сюда, что люди нас ждут, в этом есть потребность, в этом есть необходимость. Это программа в первую очередь государства, программа Министерства внутренних дел, при поддержке министра внутренних дел, при поддержке кураторов, непосредственно руководителя главного сервисного центра. И оно на территории Украины пытается, это новое новшество, только пытается сейчас работать. В некоторых областях оно уже запущено, но все это в начальной стадии. На территории Одесской области это впервые делается, это впервые. То есть можно жителей города Южного поздравить, что это, будем говорить так, день рождения. То есть оно впервые, и мы хотели бы, чтобы оно не останавливало тенденцию, наоборот, только укреплялось. То есть люди уже понимали, что есть определенный выездной день, есть возможность прийти, есть возможность сделать, есть возможность выехать, есть возможность получить те, даже элементарную консультацию. То есть получить консультацию можно приехать, ну мы надаем, конечно, и по телефону консультацию, но есть вопросы, которые можно задать вот в прямую. Для того, чтобы запустить этот мобильный сервисный центр, для этого изначально понадобилось достаточно много сил, материальных средств, непосредственно вложений, непосредственно разработки каких-то технологических и непосредственно разработки каких-то новшеств для того, чтобы его запустить. Потому что сюда не просто приедет один человек, водитель, либо регистратор, администратор, либо эксперт. Сюда приедет ряд людей, которые непосредственно наладят эту службу. Они будут налаживать подключение к интернету, подключение к сети, налаживание в первую очередь контакта с людьми. Почему? Потому что людям тоже надо объяснять, какие возможности у нас есть, каких возможностей у нас ограничены. То есть центр, он как бы мобильный, но у него тоже есть определенные ресурсы, возможности. Например, если придет там образно 50 машин, естественно обслуживать мы будем стараться, но мы не сможем. А малое количество или определенное количество мы смело будем обслуживать. Я думаю, что здесь будет определенный четкий коллектив, определенный четкий контакт и определенные четкие действия, которые будут. Они уже есть, они озвучены, они есть на сайте, они доступны любому человеку, жителю города Южного. Я думаю, что задача будет только укрепляться. Понятно, что есть много, может быть, каких-то шероховатостей, которые будут возникать в процессе работы, но их надо убирать и однозначно только налаживать и улучшать в лучшую сторону. Сегодня у нас планировалось в 10.00 открыться сервисный центр. Почему? Доехать немножко с города, есть определенные сложности, но это не говорит о том, что у нас будет как-то хаотично. Время будет четко установлено. Сегодня установлено было на 10.00. Сейчас непосредственно расставляется уже транспортное средство, подключается коммуникация. Значит, будет установлен четкий режим работы без нарушения законодательства и с четким пониманием и объяснением для людей, чтобы человек не пришел. Например, под окончание работы и говорит, что я хочу что-то сделать. Будет четко определено, четко сказано, оно будет выведено средством массовой информации через телевидение. Поэтому я буду думать и буду стараться, чтобы таких проблемных вопросов или проблемных каких-то нюансов, чтобы их не возникало. А если даже они будут возникать, их надо будет убирать. Режим работы, смотрите, планируем мы быть, я думаю, что с 10.00 часов. Ну, будем смотреть, я думаю, с 9 или 10.00. Это уже будет устанавливать руководство по возможности с запасом на выдвижение. И до конца рабочего дня, то есть, согласно КЗОТу, там 8-часовый рабочий день будет. И, ну, наверное, плавный сделаем график, плавный, чтобы кто-то занимался работой, кто-то смог перекусить. То есть, без отрыва от работы. Без отрыва. Не так получится, что пришли люди, расставили технику и потом ты их не найдешь. Нет, такого не будет абсолютно. Люди будут постоянно находиться здесь. И даже если будет это перерывный обед, это будет без ущерба для людей и без ущерба для эффективности регистрации либо замены. Увидел объявление в Фейсбуке. Не сразу нашел, не было адреса, но так догадался. Подошел сюда. Хорошо, нет ни людей, ни очередей, видимо, потому что сервис совсем новый. Я давно собирался поменять права на международные. Но это нужно ехать было в Коминтерново. И там, по-моему, дороже было 256, а тут 201. Ну и время, бензин. Так оно у меня тянулось, не сильно срочно было. А когда появилось, я вот вышел, 5 минут оформили документы, сейчас распечатывают и получу. То есть, все очень быстро. Паспорт общегражданский, идентификационный код, медицинская справка установленного образца, она у меня была. Ну и все, квитанция об оплате. Сфотографировали прямо здесь, расписался в электронном планшете. Ну здорово вообще. Я вспоминаю, сколько годами нужно было ездить за правами и выстаивать очереди в кассы, платить и все остальное. И не за один день это все делалось всегда. Конечно, очень удобно. Просто не знают наверняка многие. Я знаю лично человек 5-6, которые хотят поехать и поменять. Но теперь посоветую, чтобы пришли сюда, записались в очередь. Машина будет приезжать еще, как мне сказали, по мере накопления желающих. То есть, по поступлению заявок, будут сообщать смс-кой, люди будут приходить, получать документы. Ну, вообще, все заняло, наверное, потому что я первый на замену прав сегодня, поэтому процесс ожидания небольшой есть. А какого-то чипа не хватает. Сейчас распечатают, привезут и все. То есть, так, в принципе, в 10 минут можно уложиться, что немыслимо вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok